Минздрав области пока не торопится официально попрощаться с главврачом областного перинатального центра. 9 апреля в информационном пространстве региона появилась информация об уходе со своего поста Надежды Тумановой. 10 числа чиновники от здравоохранения подтвердили 6 каналу. Заявление на увольнение по собственному желанию действительно написано. Но у руководителя центра есть еще 14 дней, чтобы его отозвать, подчеркнули в Минздраве. Для разъяснения деталей мы позвонили в областной перинатальный центр. Там обещали связаться с нами позже. Вы попали в приемную, ставьте у вас телефон, а если главное посчитать, мы свяжемся с вами. Причем на самом сайте областного перинатального центра Надежда Туманова продолжает фигурировать в качестве главного врача. А это уже сведения из ее биографической справки. Главный врач областного перинатального центра, врач-акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью, Министерство здравоохранения Владимирской области, эксперт реестра территориального органа Росздравнадзора по Владимирской области. Стаж работы более 20 лет. Время руководства Надежды Тумановой было омрачено двумя трагическими событиями. Несколько лет назад главврач перинатального центра стала одной из обвиняемых по уголовному делу по факту смерти роженицы Анны Бобриковой. Девушка скончалась в 2016 году. После родов Анна впала в кому, потеряв много крови. Причем, как рассказывал вдовец Сергей Плаксин, сотрудники медицинского учреждения долгое время не информировали его о состоянии жены. Но главврач центра тогда заявляла, что не имела права этого делать. Все наши беременные роженицы, поступающие в центр, оформляют, как и во всех других учреждениях, информированные добровольные согласия на предоставление информации. То есть кому из родственников, из близких они доверяют предоставлению информации. В данной ситуации Анна не разрешила предоставлять информацию никому, о чем письменно оформлено в документации. В ходе судебных заседаний Надежда Туманова воздержалась от каких-либо комментариев. Вам нечего сказать нам? Почему вы отворачиваетесь? Надежда Геннадьевна. В результате уголовной ответственности врачам перинатального центра удалось избежать в связи с истечением срока давности. Уже в этом году стало известно о новой трагедии. 8 марта в областном перинатальном центре скончалась 34-летняя жительница Владимира. Двух ее неродившихся детей спасти врачам также не удалось. Позже следком сообщил о возбуждении уголовного дела. В настоящее время следователями следственного управления устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Осматривается изъятая документация, назначена судебная медицинская экспертиза, проводятся допросы медицинских работников и иных лиц. Выполняются иные следственные и процессуальные действия. В социальных сетях люди по-разному отзывались о произошедшем. Слов нет. На дворе 21 век. Угробите детей и роженицу. Этот роддом пора закрывать. Обязательно кто-то умирает. Дочка и много знакомых рожали там и все в порядке. Прежде чем врачей винить, сами мамочки очень много скрывают о своем здоровье. Конечно, это очень большое горе. Пускать слухи, предполагать, судить здесь все умельцы. Никто ничего по сути не знает и знать не может. И верить можно только официальной информации, а она будет только после расследования. Так почему же Надежда Туманова решила написать заявление на увольнение? Из перинатального центра нам так никто и не перезвонил. Мы попытались напрямую связаться с главврачом, но ответа на вопрос так и не получили. В Минздраве области не уточнили, какого именно числа Надежда Туманова написала заявление. Как нам дали понять, официальный развернутый комментарий последует после, когда окончательно станет понятно профессиональное будущее главврача центра. Алексей Домнин, Шестой канал.